МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Недавно Барак Обама участвовал в одном популярном ток-шоу. В прямом эфире президент США признался, он суеверный человек. Оказалось, у главы Америки есть своя счастливая примета. Накануне важных выступлений и встреч он обязательно играет в баскетбол. Это настолько значимый для Обамы ритуал, что его помощники всегда возят с собой корзину с мячом. Так как же появляются приметы? Это предрассудки или результат объективных наблюдений? А что, если приметы вообще кто-то придумывает с определенной целью? Известно, что все приметы создают люди. А значит, не стоит их принимать как руководство к действию. Эксперты уверены, на суеверных людях можно построить весьма выгодный бизнес. Чем больше страхов появляется у одних, тем больше зарабатывают другие. Примерно 70 на 30. То есть 70% людей в той или иной степени не утруждают себя осмыслением социальных, личных, интимных процессов, а ищут готовые ответы. И примерно 30% готовы в любой момент попытаться рационально понять, почему это происходит. История успеха одного артиста цирка началась именно с того, что он не поверил в самую распространенную в России примету. Дорогу ему перебежал раненый котенок. Мужчина пожалел бездомного и подобрал. Вот тебе примета. Пройди мимо. Равнодушный человек. Пройди. И все. Потеряешь свое счастье. Мойенький котенок, он мне дал идею. Давай работать с кошками. Прославленному театру кошек Юрия Куклачева скоро исполнится 25 лет. С тех пор артист сам решает, что и какая примета означает. Он уверен, кошка перебегает дорогу к удаче. Так что же такое приметы на самом деле? Кто больше всех подвержен суевериям? И стоит ли в них верить без оглядки? Все приметы можно разделить на какие-то реальные приметы, которые мы в процессе жизни накопили. И, наверное, какие-то фантазийные приметы, не знаю, про черных кошек или про летящих аистов. Ученые настаивают. Надо четко отделять фантазию от реальности, а ложные приметы называть суевериями. Актриса Анастасия Мельникова сегодня с улыбкой вспоминает время, когда она боялась разных признаменований. Когда-то, когда я была маленькая, дома как-то так было. Черная кошка перебежала, ключи не положи, этого не делай, того не делай. И потом какую-то секунду я остановилась, и, читая Библию, про себя подумала, девочка моя, ты в церковь ходишь или в приметы веришь? Знаменитый телеследователь признается, от глупых предрассудков ее избавила вера в Бога. Это какие-то предрассудки, которые мы сами себе придумали и сами себе устроили лишние сложности. У меня и так проблем в жизни хватает, мне больше не надо. Опытный летчик Вадим Базыкин никогда не игнорирует приметы. Он уверен, северянам опыт предков не только помогает жить, но и нередко спасает от смертельной опасности. Действительно, там собака катается, то я, наверное, не полечу на севере, потому что я знаю, что это к метели. Также, если ветер на нашем севере восточный, это к снегу, если западный, это просто к метели. Профессиональные приметы складываются из повседневных наблюдений и простой логики, отмечают специалисты. Скорее всего, через какое-то время люди и не вспомнят, как они появились, но все равно будут им следовать. Как только вертолет заправишь с вечера, утром приходится скачивать топливо, что либо груза много, либо пассажиров много. Ну, вот такие приметы. Очевидно, что суеверия никогда не появляются просто так. Одним они приносят душевное спокойствие, для других это гарантия безопасности. А что, если появление новых примет чей-то хорошо продуманный замысел? И его автор преследует абсолютно материальную цель. Есть такая примета, что ни в коем случае нельзя, чтобы разбило зеркало, это к нечастью. В средние века зеркало было одним из самых дорогих вообще аксессуаров. Знаменитое поверье «женщина на корабле – быть беде». Что это? Выдумки моряков? Историки считают, что истоки этого суеверия следует искать в эпохе великих географических открытий. Воздержание моряков в долгом плавании – вот истинная причина этой плохой приметы. У женщины неплохие. Просто я думаю, что все-таки от того, что женщина на корабле разобщает мужчин между собой, в этом виноваты в основном мужчины. Многое изменилось за несколько веков со времен открытия Америки. А поверье про женщину на корабле живет. Говорят, приметы вообще редко умирают. Вот как-то приучились с детства, да? Вот соль просыпалась. Помню, всегда мама говорила, все, к ссоре обязательно кто-нибудь ссорился. До сих пор берешь щепотку соли, обязательно через левое плечо бросишь, плюнешь три раза. Соль тоже в древние времена был очень дорогой, как бы такой кухонный аксессуар, который был тоже признаком богатства. И если человек просыпал соль, тем самым вызывал гнев хозяев. И, конечно, потенциально это была ссора и конфликт. Суеверие как способ достижения собственной выгоды. Те, кто умнее, манипулируют теми, кто невежественнее. Даже в наши дни этим успешно пользуются крупные корпорации. Безотказный способ обогащения. Легендарный программист и бизнесмен Стив Джобс. Казалось бы, человек с математическим складом ума уж точно не должен поддаваться предрассудкам. Однако доподлинно известно, основатель корпорации Apple на важной презентации и выступлении всегда надевал свою счастливую одежду. Черная водолазка Сен-Круа, джинсы Levi's 501 серии и кроссовки New Balance. Все три бренда отлично заработали на суеверии Стива Джобса. Целые промышленные корпорации фанатично соблюдают правила магии чисел. Например, на серийных номерах китайских электронных устройств вы не найдете цифру 4. В Поднебесной это знак смерти. Зато везде штампуют восьмерку – символ счастья и бесконечности. На многих телефонах всегда выставлено на рекламных снимках одно и то же время. В 11.35, потому что именно в 11.35 был совершен первый в мире звонок с телефона, с мобильного, который был телефоном Моторола. Приметы для современных гаджетов в основном придумывают производители и продавцы, чтобы получать прибыль. Иногда, правда, и сами гаджеты подсказывают своим пользователям, как правильно себя вести. Есть подтвержденная опытом годами примета, смешная, никогда не говорить в присутствии своего айфона о том, что ты хочешь купить новый, потому что он тут же у тебя начинает ломаться, глючить. Это, как примета, доказано всеми. Не может такого быть, скажете вы. Может. Правда, не так давно выяснилось, что это не совсем примета. А результат – своеобразной сляжки производителей гаджетов за своими клиентами. Эксперты утверждают – существуют специальные приложения, которые распознают определенные кодовые слова. Сигнал поступает на центральный сервер компании. Запускается программа, и ваш мобильник или планшет начинает глючить. Все телефоны, очень многие айфоны, айпады, начинают дико глючить во время презентации новых моделей. То есть ты просто смотришь презентацию, и у тебя ломается телефон, а ты покупаешь себе новый. Впервые об этих технологиях заявили историки спецслужб. Разумеется, такие приемы маркетинга незаконны. А потому тщательно скрываются компаниями-производителями. Психологи утверждают – суеверием больше других подвержены женщины, нередко творческие личности. Я по профессии актер, творческий человек, но, честно говоря, приметам не верю. К примеру, если перед спектаклем падает текст роли, я никогда не сижу на нем, чтобы избежать негативных последствий. Но не скрою, не раз наблюдал, как это делают некоторые мои коллеги. И все-таки интересно, почему именно творческие люди, особенно женского пола, считаются самыми суеверными. Может, это просто мираж, и он растает так же, как дым. Эстрадной певице, бывшей солистке легендарной группы «Мираж» Маргарите Суханкиной, как никому больше подходит определение «суеверный человек» – и женщина, и творческая личность. Верю, кстати, в приметы, когда что-то забыл дома, не люблю возвращаться. Вот у меня срабатывало, что я возвращаюсь, и потом у меня встреча какая-нибудь не получается. Или что-нибудь, там, на концерт я приезжаю, и как-нибудь не так он идет, как я задумала. Актриса Дарья Юргенс признается, ее с детства приучали быть суеверной. Птица залетит в окно к смерти, вынести мусор ночью денег не будет. Вот, дальше больше. Когда девушка поступила в театральный, коллеги тут же подкинули еще целую горсть новых творческих примет. Есть такое место, угол Белинского и Литейного проспекта, но там есть угол, который крытый. Вот его можно срезать, тогда ролей не будет. Вот у нас такая была примета. Российский артист эстрады Геннадий Хазанов признался. Был и у него случай, когда он тоже никак не мог совладать с одним суеверием. У меня есть, скажем, такое правило. Я лет 20 не выходил на сцену Лужников. Хотя до этого работал там, на этой сцене, когда это был Дворец спорта, очень много. И вот, оказавшись совсем недавно на этой сцене, мне нужно было выходить к микрофону. Я стоял за кулисами и сказал, нет, нет, я отсюда не пойду. Я обошел сцену и вышел с той стороны, с которой я всегда выходил. Легендарный питерский мент Толя Дукалес, он же популярный актер Сергей Селин, настоящий знаток различных примет. Категорически нельзя на съемочной площадке грызь семечки. Это плохая примета, значит, ты на приватике относишься к процессу. Психологи не сомневаются. Вера в приметы всегда связана с повышенной тревогой за успех. И больше всего он важен для публичных людей – актеров, спортсменов, певцов и художников. Да, мы в какой-то момент становимся и суеверными, и верим в какие-то приметы, и всячески стараемся, так сказать, оградить себя от каких-то, так сказать, моментов. Потому что в силу того, что мы такие очень восприимчивые, нам очень многие вещи кажутся, то, чего не происходит. Вот, и, в общем-то, поэтому люди искусства, они особенные люди. Исследователи давно заметили – в смутные времена вера людей во всякого рода мистику значительно возрастает. И это главная характеристика экономического и психологического состояния общества. 20 лет ума нет и не будет, 30 лет жены нет и не будет, 40 лет богатства нет и не будет. То есть стандарт жизни был прописан. Сегодня все резко меняется. Сталкиваются культуры, сталкиваются цивилизации. Жизнь становится вообще непонятной. Герой России, летчик-испытатель и космонавт Магомед Толбоев, никогда не страдал зависимостью от примет, даже профессиональных. То же самое он внушает и своим ученикам, начинающим летчикам. Приметы – это дело слабых, которые хотят верить в каком-то случае. Там через третий плечок кинт, там, стукнут по столу, по дереву. Ну, мы же научные люди, уже настолько образованы, уже некуда. Поэтому какие приметы? Выскажу свое мнение. Если всего бояться и всему верить, можно вообще не выходить из дома. Психологи рекомендуют, чтобы избавиться от преследующего суеверия, попробуйте просто разобраться, как и откуда появилась пугающая вас примета. Не исключено, что вы даже узнаете имя ее автора. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова